Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриевич, собственно, продолжается наш с вами бизнес-канал. И теперь самое время поговорить о финансовых рынках. Самое время. Хотя мы говорим о них без остановки. Вот даже Вероника сегодня в гостях, сейчас я их буду представлять, была аж два месяца на Кипре. И что же, как вы думаете, она там делала? Она говорила о финансовых рынках. Я прав? Конечно. Конечно. А что еще делать на Кипре, боже мой? Да два месяца. Ну что ж, тема сегодняшней программы «Фондовый рынок. Российские акции восстанавливают утраченные позиции». Ну, давайте я пока поставлю здесь вопрос, потому что вчера и сегодня с утра это было бы, может быть, и утверждением. Ну, сейчас посмотрим. В гостях сегодня представляем Вероника Чекина, аналитик фондового центра «Инфина». Добрый вечер, Вероника. Здравствуйте. И Максим Асачи, начальник аналитического управления БКФ «Банка». Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Максима сложнее. Он вчера только прилетел из Таиланда, да? Нет, из Шри-Ланки. А что там в Шри-Ланке? Я не понял. В Шри-Ланке? Да, там что? В Шри-Ланке хорошо. А, понял. Все. Исчерпывающий ответ на такой же исчерпывающий вопрос. Вообще, надо сказать, уважаемые аналитики, как-то вы ведете себя непатриотично. Рынок Российской Федерации никак не может нащупать опору, а вы вон по Шри-Ланкам, да, по Кипрам все. Но рука все время была на пульсе. А, ну да ладно. Уговорила. Мы там о Родине и о Родине думаем. Все время, все время, да. Это как у, да, у, как его, у Леонида Филатова. Мажу. А как же там? А как там народ-то, да, вот. Это нормально. Итак, значит, напоминалка. Уважаемые слушатели, для вас телефон в студии 6510-996-495, код Москвы. Звоните, задавайте вопросы. Далее, finam.fm, сайт компании. Пишите, задавайте вопросы. Ну и, в данном случае, наверное, кульминацией, да, коммуникаций. В ваших руках коммуникация под названием, под названием вебинар, значит, на сайте finam.ru. У нас идет видеотрансляция сегодняшнего мероприятия. Вы, наверное, первый раз еще, да? В телевизоре вы еще не были. Вот в эту камеру улыбнитесь, пожалуйста. Все. Вас снимают камеры. И вся многомиллиардная аудитория компании Finam, она сейчас смотрит и задает вопросы. Так что будьте к ним тоже готовы. Ну вот такие напоминалочки. Итак, традиционно я сейчас посмотрю, что творится на финансовых рынках. Картина маслом. Картина маслом. Растерял оптимизм отечественный фондовый рынок индекс РТС 1400. Забавно, этой же котировкой в это же время вчера я озвучивал практически 1400 пунктов, да, по основанию с ценой вчерашнего закрытия это плюс 0,04%, ну, в общем, практически в нулях. ММВБ чуть-чуть снизился, полпроцента он теряет, и 1390 его текущая котировка. Значит, что нам нужно еще посмотреть? Сырьевые рынки и Форекс. Ну, бренд сегодня несколько корректирует. Вчерашний, по крайней мере, рост убедительный. 111, 111, пардон, 111, 111 долларов 17 центов за баррель его значение. Золото 1730 тоже туда-сюда ворочается, практически без изменений. Евро-доллар растет, сегодня 1,28,02 текущая котировка, ну, и попытка пробить 1,28,20. Это ближайшее сопротивление, он сегодня три раза предпринимал, пока неудачно, но посмотрим, еще есть время. Кстати, времени огромное количество. До Нового года полтора месяца, да, Вероника? Куча времени у евро-доллара пробить 1,28,20. Основной набор голубых фишек. Сегодня разнонаправлен, преимущественно в красном свете, ну, и кульминации сегодняшнего дня, и, наверное, будут по этому поводу вопросы, и Вероника уже кивает головой радостно. Кульминации сегодняшнего дня акции Ростелекома, да-да-да, конечно, ну, туда же до кучи ВТБ, хотя, наверное, может быть, и не в ту кучу. Ну, опосредованно. Да, опосредованно, конечно, конечно. Ну, а все остальное так, вяло-вяло и не очень интересно. Вот такова картина масла. Значит, в следующей части уже откроются американцы, я посмотрю, как они себя будут чувствовать сегодня. Вчера они хорошо себя чувствовали, 3%, да, по СИПИ, это все-таки достаточно серьезный результат, и дай бог, чтобы они не остановились. Давайте начнем. Еще одна, да, собственно, основной набор сегодняшних новостей, это ситуация с Ростелекомом и, наверное, утренняя ситуация, а точнее, ночная ситуация, что вчера товарищи из Мудиса опустили Францию на цельную букву. Вот, и более того, подтвердили негативный прогноз, хотя, на самом деле, не сильно, да, это никого опечалило. Ну, то есть, в моменте мы видели там какую-то реакцию, как минимум, в евро-долларе, а потом все восстановилось, я думаю, это не сильно, это небольшая новость, наверное, да, Максим? Ну, с учетом того, что в январе СНП понизило Францию, а тут вот дошло, наконец, и до Мудис с некоторым опозданием. Причем дошло именно вот в этом смысле, да, они сидели себе, а потом, ах, надо же, Францию понизить. Да, в общем-то, и тогда, когда понижали, и тогда Францию, это уже не было, вот, там Чехом, там, 17 или сколько государств одновременно понижали. До кучи, да. До кучи. И тогда уже это было небольшой-то трагедии, честно говоря, а тут одна Франция. Господи, боже мой. Ну, и в нынешних условиях, да, что это, это не революция. За подарок, я считаю. Но они еще кипрские банки тоже понизили за. Ну, понятно, что ты два месяца, будучи на Кипре, конечно, не могла об этом не сказать. Конечно. Тем не менее, Вероника, у меня к тебе просьба. Давай, мы начнем с Ростелекома, ты радостно закивала головой. Расскажи нам, пожалуй, страшную историю, что сегодня происходит и почему акции падают. Да, произошла такая сегодня неприятная история, несколько даже неожиданно, так она огорошила. Узнали, что проводятся обыски у главы фонда Marshall Capital Константина Малафеева, который является крупнейшим миноритарным акционером Ростелекома, 7% его фонда. И также проводятся обыски у главы самого Ростелекома, господина Провоторова, который раньше, собственно, был президентом этого фонда Marshall Capital. То есть все не случайно. Да, то есть все не случайно. Причиной стал иск банка ВТБ, который в 2007 году выдал компанию, аффилированному с фонду Marshall Capital, кредит порядка 225 миллионов долларов на покупку 7 молочных заводов компании Nutritech. Вот, кредит этот не был возвращен, и, собственно, группа ВТБ пытается вернуть его. Начали они с того, что... А, да, собственно, выдавала лондонская дочка ВТБ, ВТБ Capital. Начали они с того, что обратились в суд в Лондоне, был наложен арест на активы господина Малафеева, да, и вот теперь вот вся вот эта волна уже, собственно... Дошла до нас. Дошла до нас, да, и дошла до нас вот таким вот резким, скажем так, способом, то есть прямо... Ага, нахлынуло прямо. Нахлынуло, да, то есть... Раз, и сразу обыск. Да, это не просто такой легкий бриз, да, что прямо сразу как цена. Сразу лицом в пол. Да, и поэтому, соответственно, вот Ростелеком сегодня... Котировки Ростелекома отреагировали на это падением, ну, потому что, как, во-первых, действительно, обыск проводится у главы Ростелекома, и, во-вторых, у крупнейшего миноритарного акционера. То есть это, естественно, для акций негативный фон, да. Ну, и, как вот мы уже говорили, да, вот так же под раздачей, в общем-то, попало ВТБ, где так хорошо в 2007 году работал риск-менеджмент, да, что давали кредит, да, под акции, которые, как потом сказали Деллойд и Туш, были переоценены в пять раз. Ну, в 2007 году, надо сказать, многие так работали, да, не только риск-менеджмент ВТБ. Максим? Ну, ничего за других не могу сказать. Вот интересный вопрос ведь остается, а другие активы, которые выдавались, кредиты ВТБ, как? Ну, может быть, и до них очередь дойдет, да, но, видишь, сейчас вот так, сейчас вот так. Вероник, что ты, у тебя звук пропал? Нет, нет, вернее, вернее, эти уши, это случайно случилось. Так, Максим, хорошо, хорошо, бог с ним с Ростелеком, понятно, по крайней мере, что с ним случилось, да, и чего, собственно, от него ждать. Кстати, а чего от него ждать, вот эта вот реакция на события сегодняшнего дня, она насколько долгосрочна, как ты думаешь? Я думаю, что это все-таки покасательно, потому что в данном случае все-таки речь идет, хотя вы поставленном сотруднике Ростелекома, но никакого отношения непосредственно к деятельности компании это не имеет. То есть, в принципе, конечно, коготок у птички мог и увязнуть, маленькие, да, и там уже могут, мы вот, например, до эфира с Вероникой обсуждали, например, всякого рода расклады. Чем все закончится? Ну да, то есть, крупный же пакет Ростелека находится, насколько я помню, у ВЭБа, а ВЭБ совсем не чужой, прямо-таки, скажем, ВТБ-банк. Да, да, да. Да, есть некая родственность. Ну, наверняка. Вот. Так что, ну и тут, понимаете, и пакет, который у Маршалла, там сколько, 7, да, процентов, да. Тут вот, как бы, в общем, скажем так, могут возникнуть определенные сюжеты, обостряющие аппетит государственных некоторых банков к непосредственно Ростелекому. Ага. Вот. Так что, ну, есть нюансы. Есть. Ну, понятно, нюансы есть, и они есть всегда, но, то есть, я веду к чему, что сегодняшнее вот это падение, кстати, оно уже отыгрывается, там, в моменте, по-моему, около 3 процентов. Да, да, но пока это рассуждение слишком спекулятивно, вот, которое я озвучил, поэтому я думаю, что, конечно, коррекция должна последовать, ну, и уже следует, да. То есть, эмоции, эмоции, да, как говорят. И то же самое по ВТБ, все, что там эти 200 миллионов долларов, ну, там, и 150 миллионов долларов, там, на буровые, господи боже мой. Ну, да, в масштабах ВТБ это не самый большой кредит. То есть, в масштабах ВТБ, да. Капля в море, капля в море, капля в море, согласен. Хорошо, тогда, значит, эту тему мы с вами обсудили, ну, пару слов по Франции скажешь, или, в принципе, все очевидно, да? Нет, ну, Франция, действительно, это было ожидаемо, в общем-то, на самом деле, сильно это никого не удивило, да, конечно, там, это неприятно, когда, в общем-то, по сути, второй крупнейшей экономики еврозоны понижает рейтинги, да, но гораздо хуже будет, если вот такие аналогичные рейтинговые действия последуют в отношении Германии, а уже вот начинаются какие-то такие намеки на эту тему. А кто намекает, они же? Да, тоже агентства. Рейтинговые агентства? Тоже агентства, да. Боже мой, они прям какие-то монстры, они пугают нас с вами, участников рынка. Ладно, не будем бояться, слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжаем. Продолжаем нашу программу, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина Максим Асачий, а начальник экономического управления БКФ Банка. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. В общем, есть о чем поговорить. Ну и, собственно, горячие новости, жареные новости мы уже обсудили. Давайте менее жареные, такие, легкой прожарки. Да. С кровью. Значит, первая из них, Вероника, заседание сегодняшнее, да, началось с Еврогруппы. Вердикт будет уже за полночь. Многие из наших слушателей будут баиньки уже, хотя я бы не рекомендовал, честно говоря. Вот, надо дождаться. Что там вообще, какая интрига? Ну, интрига, собственно, основная в том, какую позицию займет МВФ. Поскольку ЕЦБ, власть Евросоюза, они готовы предоставить грекам уже там еще третий транш. На самом деле греки достаточно много делают, ну, во всяком случае, не делают, во всяком случае, принимают решения, там проводят их через парламент, непопулярные очень меры. Вот, больше, дальше, пожалуй, затягивать пояса уже, по сути, некуда. Вот, и в случае, если, значит, транш не будет получен, ну, это будет, в общем, дефолт, конечно. Вот, этого допустить, скорее всего. А платеж этот декабрьский уже, да? Сейчас о нем идет речь. Вот, ну, допустить этого, разумеется, нельзя. Все будут стараться сделать так, чтобы этого не было. И основная интрига сейчас заключается в том, как греки смогут договориться с частными кредиторами, а, главным образом, с крупными хэш-фондами. Дело в том, что вот они в ближайшее время должны выкупить банды свои номиналом 40 миллиардов. Вот, они готовы заплатить за это 10 миллиардов, то есть 25% заплатить от номинала. Хотят, хэдж-фонды хотят 35%. МВФ говорит, что его позиция будет зависеть от того, каким образом будут идти переговоры греков с... То есть, к чьей позиции он склонится больше, да? Да, 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 вот поэтому вот это, в общем, собственно, основная интрига. Но я думаю, что вряд ли, конечно, МВФ займет какую-то непримиримую позицию. Ну, наверное. Дадут, но, скорее всего, какие-то... Поскрепят, поскрепят. Да, и скажут, что вот, а надо еще вот это подсократить, а еще вот это, а еще вот это. А есть вообще что сокращать-то им? Что как-то уже они так, действительно, я с тобой соглашусь, они уже так пояс этот утянули, что уже позвоночник заскрепит скоро. Да, мне кажется, наоборот, надо уже как-то не сокращать, а наоборот, надо как-то давать деньги, чтобы экономику как-то стимулировать, какой-то экономический рост, потому что и не только в Греции, везде, потому что вот видим какая безработица сумасшедшая, да? Там вот в Испании 50% молодежи безработицы, в Италии там за 25% уже перевалило, в Греции тоже, соответственно, где-то порядка 30%. Вообще тяжело им, Максим, да, скажи, тяжело им, я имею в виду финансовым властям еврозоны. С одной стороны, они говорят, затягивайте, сокращайте расходы, а с другой стороны, как стимулировать экономику-то? Ну, мы видим, что, например, Алланд, он наоборот пытается вместо вот этой пресловутой аустерити, да, то есть затягивания поясов, он после вступления в должность даже попытался провести, ну, так сказать, обратные действия, то есть пояс так немножечко расширить. Ну, то есть он, например, снизил пенсионный возраст для некоторых категорий, провел еще ряд таких вот смягчающих действий, как бы в противовес, ну, железной политике, диктуемой госпожой Меркель. Вот. Ну, посмотрим, ну, мы видим, что пока действия господина Алланда не вызывают у некоторых рейтинговых агентств большого одобрения. Конечно, потому что все эти его замечательные действия, они нивелируются одним-единственным, это 75% налогов, да. И в результате вот капитал бежит, то есть люди, которые высокооплачиваемые, да, вот, ну, сейчас Франция выставляет на продажу большое количество там всяких элитной недвижимости, замки в том числе и так далее, да, покупать-то никто не хочет. Ну, да. Да, кстати, он одновременно же, то есть одной рукой он как бы помогает. Ну, это популистская, конечно. Одно и дает, а другое отнимает. В частности, с пенсионерами, там, послабление пенсионерам, а с другой стороны, да. Ну, он социалист, поэтому популизм у него в крови, это естественно. Ну, да, да, естественно. Ему только лишь потрындеть, извините, конечно. Ну, как? Нет? Может, и социалистическую революцию устроит небольшую. Не дай бог, я снакаркаешь, подожди ты, подожди, ладно. Итак, основная интрига, Вероника, я подытожу. Мы сегодня смотрим за тем, как договариваются по поводу Греции товарищи из еврозоны. Ну, я думаю, интрига интригой, но вопрос-то решаемый, скорее всего, да. Единственное, в худшем случае, если, ну, опять немножко поколбасить, что называется, туда-сюда мы сходим, вот, ну, а дальше будем жить и поживать. Это хорошо. Давайте обсудим в этом случае тему фискального обрыва Соединенных Штатов Америки. Она уже имеет некие среднесрочные перспективы, и она решится не завтра, не сегодня после полуночи. Но что в связи с этим нам ожидать, ну, от американских рынков и от рынков в целом, Вероника? Нет, ну, естественно, пока все вот это остается в подвешенном состоянии, да, то есть рынки будут сильно раскачиваться, будет высокая очень волатильность. Поскольку тут же тоже такая интрига насчет того, как удастся договориться демократам, у которых большинство в Сенате, и республиканцам, у которых, значит, в палате представители большинства. Как они придут к соглашению, к консенсусу, все, в общем-то, основные страхи боятся, что вот опять будут такие же баталии, как вот, которые в свое время привели к понижению рейтинга, да. В августе прошлого года, да. В августе прошлого года, по толке госдолга, да. Но, с другой стороны, в данной ситуации, я думаю, все пройдет быстрее, уже хотя бы потому, что тогда впереди были выборы. Да, и каждый тянул одеяло на себя, всем хотелось, а сейчас они, по сути, выборы я, они все играют уже в одной песочнице. То есть надо уже, надо уже работать конструктивно, надо договариваться. Выбора нет у них, да? Ну, другого выбора нет, да. И я думаю, что так или иначе, возможно, с теми или иными какими-то нюансами, оттенками, они все-таки договорятся. Может быть, даже не к первому января, допустим, может быть, это даже будет несколько попозже, там тоже растянется немножко время. Раньше, первый января, ты в любом случае не видишь, да, решения этого вопроса? Не, ну как, первому января или будет, или нет. Ну да, да. То есть с первого января кончается срок. Да, то есть автоматически, да, повышаются налоги. В этом году должно произойти. Ну, сильно надеемся. Но я думаю, что уже ничего такого сильно драматичного не будет. Если они подвинут на пару месячишек. Да, это первый момент. Но второй момент, ну, вспомним аналогичную ситуацию, которая была, когда... Ходили слухи о том, что возможен технический дефолт Соединенных Штатов в связи с тем, что не будет установлен порог долга. Ну, это да, вот мы... Порог публичного долга. Вероника, да, вспомнила. И в конечном итоге ведь все благополучно решилось. Ну, то есть, другими словами, вот это истории, вечные эти истории, вечные эти идеи, это просто повод нам с вами немножко мозги пополоскать. Я правильно понимаю? Но это в то же время это создает дополнительную волатильность, дополнительное напряжение на рынок, которое негативно оказывает влияние на рынок акций. Ну, и в конечном итоге ведь это... Если мы говорим, допустим, о Соединенных Штатах Америки, то вот эта вот неразбериха, эта недоговоренность, она оказывает влияние повышением волатильности, нервозностью. И это ведь не выгодно властям, они что, этого не понимают разве? Ну, тут основной-то момент, основной момент, это, конечно, то, что вероятность все-таки повышения налогов, это большой негатив для экономики. А негатив, ну, для производства, а негатив для производства, для роста экономики, это негатив, в первую очередь, на, там, payrolls, на вот, на безработицу, на рабочую силу, то есть на избирателей. Ну, да, вот ФИЧ сказал сегодня, как раз, в понедельник, да, они выпустили отчет, что в случае, если не будут, вот, решены все эти проблемы, и так допустят этот фискальный обрыв, так называемый, безработица вырастет с нынешних 7,9%, да, 10%, это очень много, конечно, для США, очень. Ну, это как раз кризисные, да, показатели, буквально, 8-го года. Да, это как раз кризисные, да, это сейчас вторая волна, по сути. Поэтому Обама сделает все от него зависящее. Ну, тем не менее, ты говоришь, вот, да, ФИЧ написали, что не допускают такой возможности. Ну, вероятность есть, но маленькая. Они рассматривают любые варианты, естественно, да, ну, потом, естественно, надо попугать, конечно, обязательно надо сделать. Если что, ай-яй-яй. Да, а мы предупреждали. Да, 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 это нормально. Хорошо, хорошо, ну, и третье, давайте, пятно, тоже обсудим его, или начнем, по крайней мере, до новостей, это ситуация в Китае, это закончившийся уже, да, съезд коммунистической партии, где новое правительство приведено, ну, как минимум, продемонстрировано избирателям, вот, что можно по этому поводу, Вероника, сказать? Ну, пока, на самом деле, конечно, сложно, потому что вот, ну, все, информация, которая появлялась, ну, вообще, в принципе, Китай, конечно, в общем, закрытое общество, естественно, да, то есть мы знаем какую-то самую-самую верхушку небольшую, да, точно так же, как, ну, часто много об этом говорят, что вся китайская статистика, это вообще, это нечто что-то такое вот особенное. Особенно, ну, в принципе, главное, то, что вот прозвучало, это то, что Китай продолжает ставить себе ориентиры, то есть, по сути, стать экономикой номер один, к этому они могут стремиться, и плюс, вот, в последующие пять лета они будут переориентироваться на внутренний спрос, стараться, да, что, в принципе... Ну, это связано с тем, что, да, экспорт все-таки сейчас под вопросом, учитывая там везде кризисные явления, как развиваться, ну, давайте внутренний спрос. Я думаю, что это, в общем-то, у них получится, потому что, как показывает опыт, они как-то умеют и не только ставить задачи, но умеют выполнять задачи, поэтому... А вот за счет чего китайцы смогут повысить внутренний спрос, который, проблема всегда у них? Ай, вот это вот пока вот они как-то не очень четко обозначили. Об этом рассказывать не очень, да? А в этом пока не очень рассказывать. Потому что некие инвестиционные программы, ну, понятно, что они существуют. Инвестиционные программы, да, там, развитие регионов, там, и так далее, и так далее. Но тоже ведь есть предел, правильно, Максим, инвестиционные программы? Ну, для повышения спроса, вообще говоря, существуют некоторые, конечно, фактор просто автоматический. Ну, например... Очень простой. Давай, давай. Ну, поделись, поделись, поделись. Ну, растут же доходы китайцы. Цена, цена, да, цена, цена труда их растет, но это же ведет, ну, о чем мы, собственно, однократно говорили, к перетоку, это палка о двух концах. С одной стороны, конечно, решают проблему с ростом внутреннего спроса, но, с другой стороны, ведет к вытеснению производства. Конечно, конечно, потому что смысл в Китае располагать теперь, если... Да, если труд будет дорогой. И в ту же Шри-Ланку. Шри-Ланку, конечно. Понятно. И опять-таки, надо сказать, что-то, я, извини, теребью тебя о внутреннем спросе, если мы говорим, ментальность китайская, все-таки, она не такая. Это не американцы, которые готовы тратить, не думая ни о чем. Китайцы, они все-таки по прижимности, мне кажется. А вы знаете, да, но стало меняться, на самом деле стало меняться. Вот, допустим, об этом говорит уже хотя бы то, что вот вслед за Португалией, по-моему, вслед за Ирландией, вот Испания, не дали, как, по-моему, вчера или сегодня заявила, что они готовы предоставлять вид на жительство, ну, российским, в том числе, и китайским, главное, китайским гражданам, которые будут покупать недвижимость от 160 тысяч евро. Да, и вы знаете, вот, возвращаясь все-таки к Кипру, где я была долго и наблюдала жизнь, да, я хочу сказать, что меня поразило, вот и за полгода буквально произошло изменение, если раньше щиты рекламные фирмы, которые продают недвижимость, они были на английском, на русском языке, очень китайский, китайский, китайский язык. Ну, это само о себе, да, само за себя говорит. Все компании, вот, которые занимаются недвижимостью, они говорят, мы сейчас ориентируемся только на китайцев. Класс. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы сейчас слушаем новости, слышите, да, за тихо время, а потом ты нам расскажешь, как там живут на Кипре китайцы. Итак, продолжаем разговор. Кстати, Вероника, вот, ты сейчас заговорила о Кипре, и мы тебя с удовольствием послушаем. Там тепло ведь, да? Тепло. Хотя бы послушать, как, я уж не увидите, не почувствовать, да, но хотя бы послушать, как это бывает, когда тепло. Так вот, что называется, метальная связь у нас со слушателями существует, и вот как раз параллельно, твоему рассказу, пришла новость, пришел вопрос, точнее, от нашего слушателя Андрея, и он говорит, по ленте была новость при покупке недвижимости в Испании от 160 евро, вот он и пишет, да, будет автоматически предоставляться вид на жительство, законопроект должны принять до конца текущей недели. Вот оно что. Да, вот так быстро, то есть. Ну, теперь давай про Кипр. Все, забыли про финансовые рынки. Как там на Кипре? На Кипре... Все в иероглифах, да? Все в иероглифах, реально, действительно, вот везде появились иероглифы, и вот я там говорила с людьми, которые... Магазин и ценники. Магазин и ценники пока нет, да, но уже очень много китайских лиц появилось, да, то есть... Это и даже... Причем, если раньше, в основном, там, китайцы, они были исключительно, там, как, ну, как прислуга, там, допустим, в зажиточных, там, обслуживающих персонал, там, в основном в зажиточных, там, кипрских семьях, да? И русских. Ну, насчет русских, я не знаю. А что такое кипрская семья? Да. Это как раз семья русская. Но теперь будет все наоборот, там, русская прислуга у китайских господ. Да, то теперь очень такие уверенные, хорошо одетые господа, то есть... Они приезжают выбирать недвижимость. Они приезжают выбирать недвижимость, видимо, некоторые уже покупают эту недвижимость, потому что, там, я наблюдал людей, которые, там, уже бегут, там, из магазинов с пакетами, там, полными еды и так далее, явно не в гостинице, они себе и несут. Круто, круто. Ну, а если, ладно, бог с ним, с китайцами, а если все-таки, говорить, возвращаться в еврозону и в Испанию, в частности, поддержит этот рынок недвижимости, как ты думаешь? Если они пойдут, да, конечно, поддержат, таким образом стимулирует. То есть, опять мы будем говорить о том, что Китай спасает, да, Европу, а кризис, как это было в 10-м году, как это было в 8-м году, в 9-м, 8-м... Ну, говорят, что, вот, Россия уходит из Кипра. Россия уходит из Кипра? Да, что Россия уходит из Кипра. Ну, из офшоров ты имеешь в виду, или отчасти? Да, 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 безусловно, из офшоров. Ну, два обстоятельства. Первое, это все-таки греческая проблема, которая очень сильно ударяет, и через, мы, наверное, об этом будем говорить, и о рейтингах... Да, да, да. Да, о рейтингах кипрских банков, вот, все-таки полкипра или сколько там процентов Кипра, это Греция. Да. Вот, а вторая ситуация связана с повышением прозрачности Кипра для российских налоговых органов. Ну, тут, да, тут, в общем-то, естественно, надежда на китайцев, ну, плюс, конечно, у них надежда, точно так же, кстати, у Израиля, да, которая сейчас тоже очень горячая тема, это на нефти, который на шельфе нашли газ. Сейчас вот мы об этом поговорим, но предварительно давайте пообщаемся со слушателем нашим, он как раз дозвонился. Владимир, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Да, добрый вечер. Добрый. Такой вопрос как раз вот про Испанию ждал, все, она мне покоя не дает. Вот сейчас, как вы говорите, ну, с Искал Кливом как-то договорятся, все-таки есть, наверное. Да, значит, с Грецией тоже что-то там договорятся. Китай, непонятная статистика. Вот начнут спекулянты, значит, следующую тему раскручивать с Испанией. А вот у вас в гостях было, ну, помню тоже, Елена Чернорецкая, что ли, по-моему, она говорила, что вот Рахой почему не обращается, да, за помощью, потому что у него вот безработица 25%, но там, что вот для меня открытие, что там нелегально безработица. Они сидят и на пособии, и еще работают у работодателя, который... Но не платят налоги, да, неофициально. Да, 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 ну, то есть и работодателю хорошо, он не должен, ну, там, выходной пособия там на год вперед выплачивать. И в связи с этим, если вот начнут Испанию раскручивать спекулянты, чтобы продавить, чтобы там выросли эти банды, вот в этом случае будет он обращаться или все равно он чувствует, что, в принципе, на его территории там все нормально, и как бы спекулянты спекулянтами, и в итоге не смогут они продавить вот эту историю с Испанией. Вот такой вопрос. Спасибо, Владимир, спасибо. Вот такой вопрос. Ну, понятен, да, суеверные мероприятия? Понятно, да, собственно, говорили мы о том, что Испания обратится, не обратится. Ну, действительно, Лена, по-моему, говорила, и это очевидно, что... С одной стороны, есть официальные данные, с другой стороны, неофициальные. Да, нет, ну, эта тема, она, собственно, как-то, она и не закрывалась, она все периодически там это всплывает и так далее, и будет продолжать еще всплывать до сих пор, пока вот в еврозоне такая все продолжается, турбулентность. Ну, как, Рахои не обращается за международной помощью, в том числе еще и потому, что любая международная помощь, она очень дорогая штука, на самом деле. И это определенные новые кабальные условия для страны, которая, в общем-то, и так тоже уже приняла очень существенный пакет ограничительных мер, и тем более, что в Испании своя специфика, да, вот, в частности, много говорят о Каталонии, да, которые там готовы там прям практически выйти из состава Испании, то есть у них вот эта сложная ситуация, что все вот эти провинции испанские, каждый там, они свой бюджет и так далее, то есть все это свести воедино сложно. Вот, плюс все-таки я думаю, что Испания рассчитывает на то, что в 2013 году наконец-то заработают механизмы, которые вот создают в еврозоне, это фонд финансовой стабильности европейский, да, это то, что ЕЦБ будет поддерживать и выкупать их банды, там, в случае, если доходности будут там взлетать, там, к 6% и выше, вот. Поэтому вот обращение за международной помощью, это крайняя мера, которой, в общем-то, наверное, пока еще можно к этому не подходить, потому что не исключено, что ситуация все-таки действительно как-то так или иначе нормализуется. Ну, смотри, а Владимир говорил о том, что некие спекулянты, они вот пытаются сейчас, да? Ну, спекулянты, естественно, пытаются все время. Пытаются на Испанию, да, продавить. Играть, да, потом еще не обсосана такая вкусненькая косточка, как Италия, да, это все впереди, уже тоже начинаются там разговоры. Ну, ладно, ладно. Кстати, вот Андрей вдогонку присылает нашим разговорам о испанской недвижимости. Если в Испании напишут русским скидка 10-15%, то, видимо, будут очереди из русских. Ну, да. Как ты считаешь, Максим? Ну, недвижимость-то, как бы, конечно, много где сейчас дешевой недвижимости. Вот. Сейчас вот я думаю, в Израиле будет очень дешевая недвижимость, особенно вот близко к сектору газа. Ну, вот давайте сейчас, давайте сейчас об этом, да, ну, как это, да, как это, собственно, не прозвучит. Сейчас горячая точка, по сути, да, формируется, новая горячая точка. Да, эта горячая точка сформировалась. Давно уже, согласен, да. Она то загорается, то гаснет. И дай бог здоровья этой горячей точки, потому что, чем эти точки на Ближнем Востоке активнее, тем выше нефть. Все-таки недалеко от залива. Ну, то есть, логика какая? Чем активнее точки, чем выше стоит нефть, чем выше стоит нефть, тем... Лучше Россия. Ну, ведь не так это. Как? Да нам уже как-то... Уже и не особо лучше. Ну, скажем так, не всей России, но... Вчера после нас, да, у Юры Пранько был господин Кудрин. Ну, видели вы, наверное, там у него ключевая фраза, что мы стали заложниками высоких цен на ней, потому что вот они высокие, мы нифига его не делаем. А с другой стороны, она уже нам и не помогает за цены на ней. Ну, в общем, да. Но, товарищ Кудрин или господин Кудрин забывают один момент. Может быть, высокие цены не помогают, но зато низкие могут привезти. Ну, и не мешают, да, не помогают, но и не мешают. Да, да. Ладно. Верненько, давай вернемся. Итак, что же происходит сейчас вот в пресловутой горячей точке этой, да, и какие ожидания есть? Ой, ну, на самом деле ожидания есть, что все-таки до наземной фазы операции дело не дойдет. Хотя грозятся они. Хотя грозятся они, да, грозятся. Вот. В принципе, в общем-то, очень хочется надеяться, что ограничиться вот этими, там, бомбардировками, да. И что, более того, как это уже бывало, да, там же все перед выборами в Кнесет обычно вот это обостряется, вот вся вот эта ситуация. И сейчас вот тоже. Вот я не очень хорошо помню дату, когда пройти должны выборы в Кнесет. Где-то уже вот скоро. В декабре. В декабре, да, в декабре, ну, просто не помню, как она говорит дату. И я думаю, что вот к этому времени, в общем-то, так или иначе ситуация стабилизируется. Ну, то есть она перейдет опять вот в то же самое такое вот это как вот, ну, как абсцесс, да, который вот он там, он болит, да, он спален, но он не прорывается вот как вот сейчас там. Ну, это, я понял, да, это что касается непосредственности ситуации, а с нефтью, как это будет коррелироваться, то есть вот это напряжение, оно будет поддерживать, да? Любое напряжение на Ближнем Востоке в непосредственной близости от залива, через который там проходит чуть ли не половина, что ли, мировых потоков нефти, это автоматически вызывает болтанок. Ну, то есть можно посмотреть в последнее время, какие идут хорошие движения на нефть. Да, ну, когда вот это отыграют, да, я надеюсь, что вот в декабре все-таки вот эта горячая точка пристанет, да, то тут, наоборот, цены на нефть могут оказаться под давлением, потому что тут начнут опять насчет фискального обрыва говорить, да, и тут как раз, наоборот, цены пойдут вниз, там, на опасениях новой рецессии. То есть нефть ожидает такое, в общем-то, веселое. Веселая жизнь, ну и, собственно, как Максим нам эту цепочку нарисовал, веселая жизнь и нас ожидает, я правильно понимаю? Ну, веселуха-то будет. На самом деле, пока нефть удивительным образом почти весь 12-й год пребывала выше 100. Практически держится там на одних уровнях. Дай бог ей здоровья. А прогнозировать, мне кажется, вообще невозможно. Ну, прогнозировать это дело неблагодарно. Понятно, да. Мы этим с вами и не занимаемся, вот. Ну, пытался поднять. Еще раз я повторю. С одной стороны, действительно, опять мы в очередной раз говорим, да, российская экономика экспортно-ориентированная, ориентирована на стоимость сырья. Да, вот, растет нефть. А вот мы видим последний там месяц-два уже и корреляции-то такой нет. Ну, по крайней мере, жесткой корреляции в том плане, чтобы нефть высоко, а рынок падает и ничего. Деньги утекают, кстати, по поводу оттока капитала. Да, да, да. Деньги, ну, рынок вообще стал совершенно практически неликвидным, то есть, ну, очень небольшие. Никакой, никакой. Никакой, очень небольшие обороты совершенно, вот. Тут Блумберг связал, в частности, то, что обороты в последнее время, да, совсем понизились с переходом. Это смешно, это смешно. Ну, в Блумберге-то все-таки, ребята, уважаемые сидят, нет? Или уже не так? Да нет, ну, это, конечно, смешно. Шутка, может, шутка такая у них. Может быть, может быть, юмор. Не говори, ну, просто до смешного доходит, как говорил известный. Персонаж, значит, смотрите, открылись американцы, я обновил страничку сейчас, и дорисуем картину маслом. Собственно, и Долджонс, и Сипи в минусе сейчас на полпроцента практически. То есть, вчерашний отскок, да, наверное, это так есть смысл назвать, или коррекция к падению, вот она больше продолжения-то не имеет, не имеет. Ты считаешь, это оправданно? Ну, я думаю, да, после такого резкого роста, конечно, хотят зафиксироваться. Просто зафиксироваться? Да, я думаю, сейчас да, потому что такого что-то, чтобы вот резко начать падать, или точно так же, как и резко начать расти. Вот в этом смысле, потому что если смотреть на тот же самый индекс S&P 500, да, ну, там, понятно, много всего можно наговорить, и отыгралась разворотная фигура, и упали на 1350, где есть поддержка. И даже я вот сейчас в извращенном своим фантазии нарисовал нисходящий канал, и он ударился в линию канала, а потом отскочил. Опять двухсотдневная скользящая, сколько всякой, да, ерунды, но придумало человечество, чтобы объяснить непонятное явление абсолютно. Так вот, двухсотдневная скользящая средняя сейчас проходит на уровне 1380, вчера закрылись 1382, по-моему, или 3, а сейчас торгуемся 1381. Вот вам и вся история в трейдинге, все связано с двухсотдневной скользящей. Ну, может быть, тут еще рынок сейчас немножко у нас так это подзамер, может быть, просто деньги так придерживают КПО-мегафона, то есть там 27-го книга заявок закрывается, 28-го уже торги должны на Лондоне начаться, может, там под это дело как-то аккумулирует кто-то. Ну, если наш рынок говорить, ну, понятно, что, учитывая, что денег-то не так много, там любой, да, 20-30 копеек может стать существенным для того, чтобы рынок Российской Федерации вырос или рухнул наоборот. Ай, наш международный фондовый центр, да, стрясло. Да-да-да, международный фонд, забавно, слушай, сплошные анекдоты. Ладно, ну, давайте поговорим все-таки вот о СИПИ в частности, да, ну, что ждать-то, Вероника? Может быть, это 1350, это уже серьезная поддержка, ниже не пойдем? Как ты видишь это? Ну, в общем, возможно, возможно. Надо, знаете, как, надо пока, я бы не стала говорить, надо посмотреть, как вот после Дня Благодарения будет, потому что сейчас же, в общем-то, сейчас там не будет особо никаких движений, там уже, что называется, все трейдеры, наверное, уже, это, на Гавайях или едут. Ну, по крайней мере, да, уже собираются. Да. Сколько им, а им до Гавайи, кстати, как там до Сочи, да, я так понимаю. Ближе, ближе. Ближе даже. Они торопятся, у нас, у них, точнее, праздник в четверг, да, то есть завтра они начнут разъезжаться, сегодня еще поторгуются, посмотрим, как они закончатся. Да, поэтому я не думаю, что какие-то резкие движения будут вот все вот эти дни. Тогда получается, что у нас сегодня, да, это неделя, ну, такая вот будет вяло текущая в связи с праздником известным, а потом уже закрытие месяца, ну, и ожидание каких-то событий декабрьских. Ладно, об этом мы продолжим после того, как послушаем новости на Финам.фм. Итак, продолжаем, продолжаем. Последняя часть нашего эфира, 12 минут осталось, собственно, тему обсуждаем ежедневную, ежечасную, ежесекундную, как чувствуют себя в финансовой рынке. Значит, давайте начнем отвечать на вопросы, их много, и, наверное, на все уже и не успеем, потому что о рынке тоже надо поговорить. Не совсем еще мы поговорили о нем. Значит, по порядку, читаю клиент Финам, Тимирязев, прокомментируйте, пожалуйста, золото, золото. Максим. Ну, в золоте все-таки ситуация, ну, скажем так, определенного успокоения на международных рынках, снижение волатильности, отсутствие каких-то серьезных, ну, скажем так, негативных факторов, которые имеют место быть, соответственно, транслируются в медвежий тренд, определенный медвежий тренд, который, я думаю, скорее всего, будет достаточно устойчивым. То есть будет продолжать снижаться золото, да? Есть, конечно, некоторый момент, связанный с тем, что он, может быть, не будет излишне сильным, то есть золото есть хеджа двух вещей, от инфляции и от риска. А вот вещь, связанная с инфляцией, тут, конечно, ну, аспект, связанный с Обамой. Что такое Обама сравнительно с Ромнией? Обама это... Инфляция. Инфляция, это слабая денежная политика, это всякие там, так сказать, ну, да, 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 понятно, что победила Обама, победила глобальная инфляция. И это значит, что, конечно, определенный вклад дает все-таки в... Это, ну, это был бы бычий, бычий тренд в золоте, но его нет, то есть все-таки более, более сильно именно тенденция снижения волатильности на рынках. Но она, вот эта, так сказать, тенденция, она ослабляется как фактор, ну, вот, с вещами, связанными с инфляцией. Так что пока, я думаю, этот фактор будет более значимым. Ну, может, по золоту. Пока по золоту, да. Пока по золоту. Да, да, я, в общем-то, согласна. Единственное, действительно, вот, если действительно вот инфляция скакнет в США, если... Вскакнуть она вряд ли скакнет. Ну, сильно нет, конечно. Слово-то такое, да. Почувствуем, да, что-то там, да, когда-то. Ну, три, четыре, пять, шесть. Тут еще, вот, возможен такой вариант, что все-таки европейцы, они поменяют политику, допустим, ну, Германия, главным образом, да, и от методов урезания бюджетных расходов перейдут как раз все-таки к стимулированию экономики через расходы, да, то есть, соответственно, тогда в еврозоне инфляция, в общем-то, тоже увеличится, с чем пока вот они просто немцы. Изо всех сил там борются, упирается, да, помню, своей гиперинфляцией, там, от начала века прошлого, вот. Ну, то в этом случае тоже, конечно, это будет таким мощным, там, триггером для роста золота, вот. Ну, это все пока действительно есть ли, а в данный момент этого пока нет. Более того, последние данные показывают о том, что доля золота сокращается даже в центробанковских резервах, да, то есть, основными игроками были центробанки на этом рынке, вот они сейчас стали менее активны намного. Понял. Так, следующий вопрос, что с Роснефтью, еще вопрос такой философский, что с Роснефтью было и будет? Хорошо. Ну, чем сердце успокоить? Будет еще лучше. Было, есть и будет. Ну, в Роснефти как бы два фактора можно рассматривать, это внутренний и внешний, ну, внешний, понятно, фактор это нефть, а нефть, товарищи, у нас высокая. Об этом мы уже сказали. Вот, и об этом мы уже сказали. А есть еще и внутренний фактор, который, собственно, уже, в общем-то, я в значительной степени отыграл, но отыграл позитивно, да. Понятно, что откусимший, хороший кусок от BP, в общем-то, худо никакого Роснефть не получит. Вот, обычно, ну, в финансовой теории при рассмотрении ситуации поглощения, когда компания А поглощает компанию Б, стандартно работает простенькая моделька, что компания А, то есть агрессор, она испытывает, видимо, какое-то несварение, и ее акции падают. А компания Б, то есть жертва, вот, она, наоборот, так сказать, поскольку резко возрастает спрос на нее со стороны агрессора, да, то, соответственно, растет. Ну, ничего подобного мы не видели, ни со стороны, так сказать, А, сидевшей на трубе, ни Б, вот. Ну, в частности, вот, Роснефть у нас показывает... Не, ну, там, наоборот, да, это, скорее всего? То есть Роснефть, это Рославль? Показывает хорошую нефть, ну, потому что международные тут теории не действуют, российская теория, товарищи. И даже, я бы сказал, практика. Вот, да, поглощение. Вот, мы помним эту хорошую практику поглощения, например, на банке Москвы. Очень хорошо поглотили, вот, по-русски, я бы прямо сказал. Хорошо, значит, смотри, вот, мы там посмотрели сейчас текущие, да, котировки, там, в районе 250 долларов, там, долларов. Ну, рублей. Оговорился. В районе 200 рублей, да, за акцию. Есть потенциал у нее для роста еще? Ну, на 250 долларов есть. Ну, ладно, ладно. Вероника. А, ну, вы знаете, мне кажется, вот, сейчас в моменте, наверное, не очень, потому что уже и так достаточно сильно все это. Вот, выросло, уже это отыгралось, да. То есть, теперь, возможно, даже будут какие-то игры вниз на том, что, допустим, долговая нагрузка у Роснефти вырастет сильно. Ну, это очевидно. Очевидно, да, потом, каким образом, там, это все это будет перевариться, да, то есть, надо смотреть, там, результаты финансовых и так далее. Будем, извини, используя терминологию, Максим, будем смотреть теперь за сварением желудка. За сварением, да, 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 вот, теперь будем смотреть, как они вот все это будут переваривать. Хорошо. Вот, но жить они будут хорошо, вот, в частности, вот, даже об этом говорит такая, ну, как, что называется, пустячок, приятно. Вот, сегодня им две еще дали, два участка без конкурса на северном, там, шельфе, пожалуйста, у них скорость. Гуляй не хочу. В утешении, конечно. В утешении. Ну, я бы не стал беспокоиться, честно говоря, за их желудок. Желудок у них хороший. А если долговая нагрузка, ну, не дай бог, там, где-то как-то возрастет, ну, есть доброе государство, которое, в общем. Им помогут, им помогут. В этом, в этой связи все-таки, вот, у нас слушатель задает вопрос, что будет, да, ну, опять, с практической точки зрения. Что мы делаем? Вот, 250, грубо сейчас, рублей за акцию стоит Роснефть. Так, что мы делаем? Ждем коррекции, покупаем, покупаем по текущим, продаем, шортим, Вероника, или вне рынка, не смотрим больше. Ой, вы знаете, мне кажется, тут лучше вне рынка побыть какой-то. Согласен, нет? Ну, скажем так, никакого-то мощного позитива, ни негатива я не вижу. Ну, если нет ни того, ни другого, то что? Боковик. Боковик. Так, следующий вопрос. Аэрофлот. Аэрофлот. Песня, помните, старая была? Аэрофлот, да, стою у трапа самолета. Вот стоит наш слушатель, и у трапа задает вопрос, аэрофлот, когда отчетность? Никто не помнит, когда отчетность по аэрофлоту. Кстати, вчера тоже этот вопрос задавал, я его не прочел. К сожалению, нет, к сожалению, не помню, когда отчетность. Ну, а в принципе, ладно, бог с ней с отчетностью, а что можно сказать про акцию аэрофлота, Вероника? Ну, как, ну, вот у аэрофлота выходят периодически такие хорошие там релизы, вот, вчера, по-моему, вышло, значит, того, что у них там пассажирпоток увеличивается значительно. Ну, это понятно, это, в общем-то, наш монополист, по сути, да, то есть там хозяин-барин, вот. Но, вы знаете, я бы насчет акции аэрофлота, как сказала, если человек хочет диверсифицировать свой портфель так или иначе, ну, можно иметь акции аэрофлота. А как-то в них вот играть, как-то серьезно, сознательно играть, то есть я бы не рекомендовала. Там единственное, можно поспекулировать, я, к сожалению, не помню, полностью, ведь у Лебедева есть какой-то пакет. Ну, что-то есть, потому хочу продавать. Ну, и надо же ему как-то будет все-таки урегулировать ситуацию с НРБ, вот. То есть, ну, скажем, может быть такая идея, что со стороны Лебедева будет выброс акций аэрофлота на рынок, а это что? Ну, возможно, да, возможно, да, возможно и нет, потому что, возможно, он постарается продать свои акции там по-тихому. Ну, это, 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 это ловить эти моменты, если инсайд какой-то есть, да. Ну, да, но пока... Это не очень благородно. А вот есть, собственно, о фишке, да, основной нашей вопрос. Сбербанк обычка перспектива до середины, до марта следующего года. Я не ожидаю какого-то серьезного роста, вот, потому что все позитивные какие-то данные обыграны. Ну, то есть, вот, единственное, что, ну, вот отчетность, да, за 9 месяцев, когда выйдет, да, она ведь, я даже не помню, в этом году уже, в следующем, в следующем, наверное. Вот, возможно, какой-то там это всплеск движения там на... Ну, хотя, с другой стороны, уже достаточно длительное время на фундаментальные показатели, к сожалению, не обращают внимания инвесторы, да. И дополнительная волатильность, конечно, сейчас продает то, что пакет вот достаточно приличный, стал торговаться на Лондоне, вот, и, соответственно... И оттянул оттуда еще, да? Да, оттянулся туда часть нашего рынка, который и так вот, денег мало на рынке, поэтому... Ну, на Сбербанке я бы советовала тогда играть на арбитраже, пробовать. Ну, у кого есть возможности. У кого есть возможности. Ну, я определенный негатив, хотя и слабенький для Сбера вижу, в связи с его потугами выхода на международный рынок, совершенно ненужными. Ну, еще Турция с Денизом туда-сюда. Ну, да, там, в Турции рейтинг-то повысили. Ну, ВБИА, зачем им понадобился этот ВБИА, я понял, что уже от этого им многое печали. Потому что им уже пришлось, да, капитализировать ВБИА, вот. У вас смысл тогда? Зачем действительно это все происходит? Абсолютно. Это была абсолютно непонятная мне операция. Привязательно то же самое, когда они пытались купить этот автозавод. Ну, да, ну, да. Опер, да, ну, помните вот эту всю историю. То есть зачем Сбербанку понадобилась Опер, так же, как и ВБИА. То есть это куча банков в Среднеевропе, ну, в Восточной и Центральной Европе, да, СВЕ. Есть такой писатель, да, американский Томас Вульф. У него роман есть, называется хорошо, «Костры амбиции». Да, да. Вот я думаю, это как раз что-то из этой серии. Спасибо тебе, да, очень хорошо, что мы не только говорим о финансах, а еще касаемся искусства, литературы. Значит, прежде всего я сделаю анонс, Юрий, в день российской оппозиции, стоит ли вновь выходить на улицу, какие будут требования. В общем, в следующем за нами эфире Юрий Пронько будет в гостях Ксения Собчак. Не переключайтесь. Я благодарю моих сегодняшних гостей. Это была Вероника Чекина, Максим Амсачий. Вам, уважаемые слушатели, я говорю, всегда есть возможность для того, чтобы заработать деньги на финансовые рынки. Главное, с умом, а еще лучше с творчеством подходить. До свидания, успехов.